Приветствую, друзья! С вами я, Frostfire, и сегодня мы продолжим играть в игру под названием Beholder. Будет уже второй выпуск. Такая вот интересная игра, мне очень хочется в неё продолжить играть. Правда, здесь произошёл небольшой казус. В прошлый раз я почему-то при выходе, у меня игра крашнулась внезапно. Непонятно даже по какой причине, поэтому мне пришлось чуть-чуть начать по новой, но это заняло буквально там 5-10 минут, потому что мы недалеко от начала ушли, учитывая, что мне не приходилось разбираться по новой в обучении, не приходилось особо читать вот заново всякие там, ну вот, письма, разговоры, диалоги и так далее. Поэтому мы сейчас продолжим с вами примерно на том же, на чём остановились. Чуть-чуть вот, правда, ну вот здесь вот получается у нас мы сейчас как раз составил рапорт на вот этого вот Якова Манишика, по-моему его зовут, если не ошибаюсь, вот его арестовали, увезли уже. Не знаю, что с ним будет, ну и надеюсь, я никогда об этом не узнаю. Ну и мы сейчас что хотим? Хотим порыскаться в его вещах. Тут внезапно при загрузке игры мне написали подсказку, что типа я могу посмотреть вещи оставшиеся после... после непосредственно жильца, если его выселить, ну или если его заберут. Так, одну секунду, сейчас я микрофон поправлю, чтобы лучше меня было слышно. Так, давайте посмотрим, кошелёк, давайте возьмём кошелёк, возьмём, не знаю, книгу, дневник его возьмём. Телефон! Опять мой телефон решил вломиться ко мне в летсплей. Ну да ладно. Так, полотенце, ценная вещь, зубная щётка, неинтересно, расчёска, очки. Научные часы, не знаю, пустые бутылки, разбитая бутылка, бритва. Давайте полотенце возьмём, ну и бритву, наверное, я даже не знаю, остальное выкинем. Так, выкинуть. Надо бы всё это, наверное, сложить, а то с собой возить как-то не очень. Так, давайте посмотрим. Фигурант Яков Манишек, рапорт принят, фигурант арестован, награда 250, запрещено хранить книг Пола Уильямса. Окей. Необходимо отремонтировать квартиру после ареста Якова Манишека и заселить нового жильца. Блин. У меня денег нету для этого. К сожалению. Так, а где мне деньги теперь взять? Хороший вопрос. Так, куда бы мне сложить всё это добро? Ну, давайте вот сюда сложим. Пик. Ух ты, тут уже что-то есть. What the fuck? Полученное письмо. Скрытый конверт с письмом. Эй? Ну, окей, ладно, кошелёк. А я могу их как-то использовать? Нет? Ну ладно. Да ёл-майор, чё я делаю? А, у меня инвентарь такой, типа, не очень-то и... Книга, личные записи, имена, даты встречи, бытовые напоминания. Ничего интересного. Вот, личный дневник. Слушайте, а я как-то могу всё это посмотреть, прочитать? Нет? Не могу. Странно. Кошелёк не могу вскрыть почему-то. Ладно, не знаю. Что-то, блядь, какой-то. Так. Как мне теперь деньги-то на это... Я просто всё потратил. Ну, не всё потратил, а я там купил пару вещей у торговца. О, может быть... Ну-ка. Может быть, я им продать чё смогу? Моё почтение. Торговать. Что вы всё-таки продаёте? А, вот. Да, могу что-то продать. Часы, например, могу продать. Ээээ... Книгу продать зачем-то. Кошелёк, полотенце. Так, ну... Блин, мне не хватает до сих пор. Ну, я не знаю просто. Ну, вот так, например. Ух ты. Так, отлично. Курит трубку. Собрали информацию. Нормально. Так, ну чё, надо отремонтировать теперь. Ремонт. Какой-то звук. Так, ну и давайте заселим кого-нибудь. Значит, Алозий Шпак или Джон Спанедо? Ну, давайте Шпака. Это доктор, если я не ошибаюсь. Славный малый. Хе-хе, малый. Так, спросить про шахты. А, это я, по-моему, уже разговаривал здесь со всем этим делом. Так, у нас много вот этой штуки, как она называется-то. Не знаю, может быть, камеры какие-нибудь поставить. Где-нибудь. У меня этот архиватор, ну или как он там, библиотекарь. В общем, этот чувак, который в архиве работает, мне как-то не очень нравится. Ну, ладно. Так, вот наш доктор Алозий Шпак. Пускай заселяется. Добрый день. Познакомиться. Я заглянул познакомиться. Карл, управляющий этим домом. Какая честь. Я Алозий Шпак, доктор. Вы наверняка про меня слышали. Не могли не слышать, весь город гудел. Нет, я слышу ваше имя впервые. Да-да, конечно, я слышал. Давайте скажем, да-да, я слышал. Не стоит меня хвалить, я выполнял свой долг. Всего лишь долг. Это замечательно. Если будут какие-то проблемы, обращайтесь. Да что вы, какие у меня могут быть проблемы. Так, мелочи. У вас только дел. Узнать, как дела. У вас все хорошо? Ох, и не спрашивайте. Ношусь, как белка в колесе. От пациентов нет отбоя. Вы доктор? Самый настоящий, не сомневайтесь. Вылечу даже здорового. Я бы сказал, особенно здорового. У вас образование... А образование у вас есть? Обижаете. Я всю жизнь посвятил лечению людей. Ваши сомнения меня ранят в самое сердце. Извините, работа нервная. Голубчик, разве так можно? Вот вам проверенное средство для расслабления. Только соблюдайте меру. Отлично, нам дал вискарь. Я видел попытку в моих комментариях заспойлерить дальнейший сюжетец немножечко. Правда, я ее пресек. Но мне подсказали, что лучше сохранить бутылочку и никуда ее пока не девать. В дальнейшем она может пригодиться. Так, что я хочу? Я хочу все-таки слежку вот в эту квартиру сделать. Здесь никого нет? Ух ты. Блин, я не успел. Фак, реально. Ааа, готдамит. Так, собираем информацию. У, что это? У, здрасте, Роза Ранек. Доброго дня. Ну да ладно. Так, с ней я тоже уже поговорил. В принципе, ничего интересного. Какое у нас следующее задание? Позвольте министерство, отчитайте его... А, ууу, а, окей. Давайте отчитаемся и выполним задание. Так, набрать номер. Отчитаться от задания министерства. Министерство порядка. Поздравляю вас, что выполняет сложные задания. Но у вас пришла премия в размере 1000 долларов и 250 очков авторитета. Бумнаем. Если вы не ответите на телефонный звонок из министерства, вам будет выпасан штраф. И обязан всегда находиться в доме и брать трубку. Даже если вы при смерти, вам все понятно. Да. Итак, вы избавились от урушителя. Теперь вам нужно опросить жильцов дома о гражданине Шиммере. Нужно установить, как к нему относятся окружающие. После опроса напишите на него характеристики. Поступайте к выполнению. Отлично. Ух ты, задание. Марта. Не поиграешь со мной, папа? Не сейчас, Марта. Потерянная игрушка. Что случилось, милая? Папочка, случилась беда. Найра пропала. Ее нигде, нигде нет. Кто такая Найра? Это моя кукла. Моя любимая кукла, папа. Ты можешь ее найти. Ты напугала меня, Марта. Где ты с ней выиграла? Дома. Найра слишком маленькая, чтобы гулять по улице. Найди ее, пожалуйста. Окей. Кукла. Ну, окей, ладно. Так, давайте опросим всех. Спросить про колоса Шиммера. Уважаемый Карл, как я рад вас видеть. Как ваши дела? Как супруга? Как дочка? Спасибо, все хорошо. Я хотел спросить про... Так радостно в наше время. Это большая редкость. Я уже успокаиваю себя. Говорю о лозе. Я пришел поговорить с вами о... О лозе нельзя. Государство заботится о нас. О вашем соседе. Но нет, сердце так... Сердце так и болит за наших соседей. Я хотел сказать за всех людей. А ведь, знаете... Ой. Прошу прощения, я заговорился. Так, о чем вы хотели поговорить со мной? О Клаусе Шиммере из квартиры номер один. Голубец стоит рядом. Голубчик, так я же совсем недавно сюда въехал. Я даже познакомиться не успел со всеми вашими дорогими соседями. Уверен, они все отличные люди. И ваш Штраус Хиллер тоже отличный человек. Клаус Шиммер. Да-да, несомненно, так и есть. Вот, если бы достопочтенный гражданин Шлимбер поменьше курил, курение, знаете ли, вредит нашему организму. Окей. Здравствуйте. Спросить про подозрения властей. Давайте пока не будем этого делать. Эээ, так. Анна, что с тобой? Что, Карл? Это твои проблемы про куклу Марты. Милый, мне нужна твоя помощь. Я не могу найти большую кастрюлю. Все осмотрела, ума не приложу, куда она подевалась. Может, ее украли? Как думаешь, стоит вызвать полицию? Полиция из-за старой кастрюли? Не думай даже. Скорее всего, ты забыл ее в старом доме. Ладно, раз ты так говоришь, может, поспрашиваешь у жильцов про кастрюли? Пади не откажут новому управляющему? Я сварю Марте компот и верну. Ладно, я спрошу соседей про кастрюли. Угу, отлично. Так, Марк. И что тебе нужно от почетного работника архива? Эээ, спросить про кастрюлю? Про Клауса Шиммера? Про жену? Про Клауса. Хотел спросить про Клауса Шиммера. И почему вы интересуетесь? Сказать правду про задание, ответить расплывчато. Ммм. Знаете, в принципе, как бы задание-то у нас просто составить характеристику. Нам не сказали там установить слежку какую-то жесткую за ним, или как-то его в чем-то поймать, то что не подозрить, какие-то действия. Просто как бы характеристику составить. Поэтому почему бы и нет? Служба есть служба. Видел, как Клаус покупал в магазине наборы для моделирования. Детей-то у них нет, думал, в подарок берет. А потом увидел, как он бережно коробку в бумагу упаковывал и домой побежал. Думаю, что однозначно для себя купил. Спасибо, Марк. Вы мне очень помогли. Может быть, он мне про кастрюли еще поможет? Ну что нужно, отработика архива спроси. У вас, случайно, нет кастрюли? Большой кастрюли для компота. Моя-то жена все больше супы варит. Но кастрюля у нее маленькая, это точно. Ладно. Идите-идите, у вас, молодых, много дел. А, это точно. Так, у, давайте с сыном поговорим. У него какое-то тоже задание. Да, отец. Поверить про шахты... Вот, тебе что-то нужно? У меня есть дело, отец. Что тебе нужно? Начали занятия по экономике и нам выдали список литературы. Ну, учебники всякие, книги, по которым надо заниматься. Я зашел в книжный магазин, а там нет этих книг. Ребята говорят, есть книги у старьевщиков на субботнем рынке. Но цены огромные. Ты не мог бы поспрашивать среди твоих друзей, вдруг у кого-то есть эти книги? Ты ведь общаешься с умными людьми. Ладно, подумаю, что можно сделать. Окей, блин, задание столько понавыдавали. В принципе, у работника этого архива, как его там, Марк, по-моему, зовут, можно поспрашивать. Так вот, где он? Марк, вы где? Марк. А, вот вы где. У меня к вам разговор. Спросите... Ух ты, господи. Про новости в стране, про книги для Патрика, про Клауса Шинь... Боже мой. Давайте про новости начнем разговор. Какие новости? Министерство распределения готовит план следующего года. Ходят слухи, что сокращают квоты на высшее образование. Самое популярное направление – горное дело. Ваш сын тоже учится в горном деле? Да, он получил распределение в училище горного дела, но мы достали ему направление в университет. Будет инженером. Вам повезло. Окей, так, про книги. Гражданин Марк, вы образованный человек. Дайте мне совет, где можно найти учебники по экономике. Моему сыну выдали список в университете, а в магазинах их нет. Остается библиотека, но там очередь. А чем вам библиотеки не нравятся? Там хорошо, тихо, самое место для молодого парня. Делать вам нечего, деньги тратить на книги. Спасибо за совет, но боюсь, моему сыну он не понравится. Ну ладно, так, ты мне не поможешь. Идите, идите, бла-бла-бла. Так, давайте посмотрим. О-о-о, Клаус, Клаус, про книги. Здравствуйте. Спросить про книги для Патрика. Клаус, образованный человек, где можно найти учебники по экономике? Моему сыну выдали список в университет, а в магазинах их нет. Остается библиотека, но там очередь. А, ситуация с библиотекой мне хорошо известна. Там не только очередь, еще нужно понравиться библиотекарам, иначе они выгоняют из зала без объяснения причины. Но я могу вам помочь. Я не знаю, почему я ему немножко еврейский акцент дал, но ладно. У меня есть книги, которые остались с прежних времен, когда я работал в бюро подсчетов. Буду рад, если они помогут вашему сыну в образовании. Я уверен, что высшее образование должно иметь все люди. Жаль, что мало кто придерживается этого мнения. О, отлично, книги, спасибо. Вы спасли моего сына, спасибо вам, Клаус. И не только сына, но и мой кошелек. Спросить так, про кастрюлю. Нет ли у вас большой кастрюли, подходящей для варки компота? Вам лучше обратиться к моей жене Марии. Я ничего не смыслу в хозяйственных делах и в утворе. Сейчас я вынужден работать в табачной лавке. Потолки в ней такие низкие, что мне приходится нагибать голову. И раньше я работал главным экономистом. Прошли те дни. Спросить про подозрения властей. Может быть, действительно стоит спросить, потому что... Ну, он мне помог, как бы. И даже с кастрюлями в какой-то мере помог, конечно. Саму кастрюлю недавно направил, что называется. Может, все-таки можно сказать? Тучи сгущаются. Скоро меня обвинят в том, что табак, который я продаю, антиправительственный. Вы замешаны в какой-то истории? Все из-за этого дома. Я отказался отдавать его до профольной. И меня обвинили в ужасных вещах. Всего доброго, Карл. Так, окей. Стой, 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 Карл, не туда. Так. Где ваша жена? Могу я с ней поговорить? А, она спит. Извиняюсь. Тогда извиняюсь за беспокойство. Блин, уже ночь, оказывается. Я что-то забыл совсем. Здравствуйте. Всего доброго, Карл. Окей, ладно. Так, тогда не будем. Давайте ночью все равно все спят. Давайте поищем куклу Марты, что ли. Может, она где-то здесь завалялась? За шкаф, может быть. Так, ничего интересного. О! Старая кукла. Этой куклой играла жена, когда была маленькая. Офигеть. Окей. Так, давайте почитаем теперь здесь, что у нас. Новые директивы. Запрещено хранить книг. А, это было. Запрещено хранить иностранные деньги. Ого. Как интересно. Так, это что? Увлекается моделированием. Хм. Курит трубку. Играет в шахматы. Так. Это у нас что? Тайная станет явно. Я должен поговорить с жильцами квартир о Клаусе Шиммере. Отлично. Осталось 40 часов. Хорошо. Тогда, что мы еще тут можем сделать? Ммм. Например. Да ничего такого. Стоять характеристику. Шантажное письмо. Ну-ка, это что вообще? Кому? Моя решение. А-а-а. Ясно, ясно. Могу шантажировать, чтобы деньги срубить. О-о-о. Патрик, Патрик. У меня к тебе хороший. Да, отец. Поговорить про шахты. Вот. Отец, ты не смог узнать про книги? Вот твои книги. Целая стопка. Ничего себе. Теперь я уж... Теперь уж я возьмусь за дело. О таком богатстве я не мечтал. Можно не ходить в крысятник. То есть в библиотеку. Ха, крысятник. Окей. О-о-о. Мария, Мария, Мария. Здравствуйте. Спросить про кастрюли. Вот. Я к вам с просьбой. Вы не одолжите большую кастрюлю. Жена хочет сварить компот, а наша кастрюля потерялась при переезде. У меня есть подходящая кастрюля. Вот, возьмите, пожалуйста. О, отлично. Спасибо. В этом нет необходимости. Мы живем с мужем вдвоем, так что она стоит без тела. Пусть это будет нашим подарком вам на новоселье. У, благодарю. Какие добрые у меня соседи. Точнее, жильцы моего дома, скажем так. Так, что, Карл? Про кастрюлю. Карл, ты нашел кастрюлю? Я уже все приготовил для компота. Да, Мария Шиммер из первой квартиры выручила нас. Смотри, сахара не жалей для компота. В прошлый раз он был больше похож на воду. Он был похож на воду, потому что у нас не было ни сахара, ни яблок. Я не виновата в том, что ты не смог достать талон на сахар. Ну, милая, не расстраивайся. Теперь-то у нас сахара достаточно. Отлично. Так. Давайте посмотрим, что еще. А, о, вспомнил. Роза Радок. Доброго дня. Спросить про Кауса Шиммера. Хотел спросить про вашего соседа Кауса Шиммера. Не беспокоит он вас? Это во всех отношениях достойный гражданин. Помог мне достать бутылку с замечательного Хереса. Он хорошо разбирается в вине, не то что мой дед. Отлично. Мария, извините еще раз за беспокойство. Хотел спросить про вашего мужа. Как дела у вашего мужа? Он выглядел расстроенным. Он и вправду неважно себя чувствует. Но ему пришла посылка с фотопленкой. Клаус очень любит фотографировать. Это поднимет ему настроение. Отлично. Так, а где моя любимая доченька? А, она спит все еще. Ну, ладно, хорошо, пускай спит. Так, ну что, я про него уже неплохо так собрал информацию, мне кажется. Давайте посмотрим, что у нас тут еще. Надо писать характеристику. Да, напишем сейчас. Так, кто-нибудь есть в этой квартире? Я, может быть, могу установить пока здесь наблюдение. Ну, на всякий пожарный. Блин, есть. Фак. Что ж такое-то? Не могу никак. Ну, ладно, давайте тогда пока... О, 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 Марта, Марта. Ты поиграешь со мной? Не сейчас, Марта, поговорить про куклу. Как там зовут твою куклу? Найра, я очень скучаю, ты найдешь ее? Уже нашел, вот твоя кукла. Спасибо, папочка, я придумала отличную игру. Хочешь, расскажу. Найра будет шахтером, которого завалилась в шахте, а я спасателем. Ничего себе игра. Может, ты лучше с кубиками поиграешь? Я построю шахту из кубиков. Господи. Вот так вот. Ну, ладно. Так, и выполнили задание. Давайте теперь... Что нам нужно сделать? Написать характеристику. Давайте напишем характеристику. Окей. Составить характеристику. Гражданин Клаус Шиммер. Проживающий в квартире номер... Номер... Номер один. Мужского пола. Семейное положение проживает с... Мария Шиммер. Профессия... Продавец табака. Вот, да, точно. Продавец табака. Переместите собранные материалы сюда. Ну, давайте. Вот так, вот так, вот так, вот так. Семелье. Фотографирует. Ну, в принципе, тут ничего такого запрещенного-то нет. Взойдите в министерство и отчитайте себя выполнено на задании. Ну, окей, давайте позвоним. Набрать номер. Отчитаться о задании. Министерство порядка. Пошел время для решительных действий, товарищ Карл. Вам необходимо выселить из дома Клауса Шиммера. Ноу. Спросить про судьбу жены, про методы выселения. Как я могу выселить Шиммера? Вы можете договориться с Шиммером. Если он уедет сам, это нас устроит. Но будет лучше, если вы напишите на него рапорт в случае нарушения им директив. Это ваша обязанность, товарищ Карл. Ах, фак. А что будет с его женой? Нас она не волнует. Да что ты так, как считаете, нужно? Фак. Вас понял, вопросов нет. До связи. Чёрт. Я не хочу его выселять. Ну, ну. Хороший старикам же. Ну. Не хочу его выселять. Что за хрень? Фак. Так, здесь, походу, никого нет. Отлично. Давайте тогда установим наблюдение. Ну, просто чтобы у меня были вообще... Было, в принципе, наблюдение. В... Квартирах. Даже не знаю. Стоп, у меня нету? У меня же были камеры. Или я не купил? Старя. Давайте купим. Значит, так сюда вот это поставим. Или нет? Может быть сюда лучше поставить? Я что-то не знаю. Ну ладно, давайте сюда это поставим. Окей. Пускай будет. Вот так. И вот... Так, например. Даже не знаю. Так, кто-то приехал. Так, всё. Установили наблюдение. Так, давайте... Может быть тогда в первой квартире? Ну так, на всякий пожарный. Эээ. Что ж такое? Давай, открывай дверь. Тык. Даже не знаю. Просто я не знаю, на самом деле, какие камеры брать. Ай-яй-яй-яй. Чуть не попался. Здравствуйте. Так, ну ладно, окей. Эээ, стой. Старик, стой. Точнее, не старик, а... Нантан Кехлер. Господи. Мое почтение. Что продаёте? А вот, посмотрите. Яблоки, которые запрещены. Книги редкие довольно. Книги, бла-бла-бла. Не знаю, спирин у меня есть. Виски тоже есть. Но пока, я думаю, ничего не стоит. О, какое-то ещё задание. Ой. И у Шиммера задание. И вообще у всех задание. Анна, что случилось опять? Да что, Карл? Шоколадные конфеты? Эээ, к... Ай, блин, я пропустил случайный диалог. Чёрт. Мне рассказали, что у дома иногда ходит мужчина в цилиндре. Так вот, у него можно купить некоторые вещи. Какие вещи? И какие ещё вещи? Старьёвщик, что ли? Тебе вещей не хватает? Ты меня сначала дослушай. Вещь ли ты даже дос... Послушать не можешь, что тебе говорят. Анна, не заводись. Я не хотел тебя обидеть. Умеешь ты испортить настроение. Иногда мне кажется, что я живу с... Так что ты там говорила о торговце? Говорят, у него можно купить новые, необходимые для хозяйства вещи. Бабка с второго этажа показывала душистое мыло. Купила у него в прошлом месяце. Сейчас таких нет, но есть другие полезные вещи. Тебе что, мыло надо? А почему он в цилиндре фокусник? А почему в цилиндре фокусник? А откуда я знаю, почему он в цилиндре? Прекрати меня перебивать и задавать дурацкие вопросы. Треться. Треться по дому, ничего не делаешь. А я пол недавно помыла. Сходи и купи дочери конфет. В конце концов. Окей. У меня есть конфеты? Ээээ... Что здесь снова... Что? Ты снова чем-то недоволен? А ведь я всего лишь попросил тебя купить нашей малышке шоколадных конфет. Я даже не попросила для тебя кусочек ароматного земляничного мыла. Все в порядке, конфет куплю. Очень надеюсь. Не делай ребенку ходить сухари грызть. Купи и неси мне, Марте не отдавай. Так я же купил какие-то шоколадки, по-моему, нет? Ладно. Клаус, у меня с вами разговор. Здравствуйте. Спросить, что ему нужно. Скажите мне прямо, Карл. Вам недавно задание... О, вам дали задание следить со мной. Скажите задание мистерства, угрожать выселением, закончить разговор. Ммм, блин, это серьезно. Дела-то серьезно пошли. Расскажите задание. Вам следует быть осторожней, товарищ Клаус. Скажу прямо, мне поступило распоряжение выселить вас из дома. Что? Они хотят выселить меня из моего дома? Немыслимо. Я бы давно уехал из этой чертовой дыры, если бы мог. Ладно, мои проблемы вас не волнуют. Спасибо, что предупредили. Что вы намерены делать? Предложить помощь, закончить? Я хочу вам помочь. Почему вы не можете уехать из города? Это очень подозрительно, Карл. Какое вам до меня дело настоять на разговоре? Я спрашиваю не из пустого любопытства. Я действительно хочу вам помочь. Вокруг меня одна трафля. Трудно поверить, что кому-то есть тело до моих проблем. Меня распределили в табачную лавку, в эту крошечную деревянную будку, в самом злачном месте у рыбного рынка. Меня собрали крепительный лист. Песнифо я как собака на цепи, сами понимаете. Почему вы не можете забрать его? Вы мне не поферите. Не поферите. Что? Официальный ответ в министерстве. Документы переданы в архив для обновления данных. Говорят, забирайте из архива. Я приходил в архив, но там говорят, что документов нет. Я неделю ждал очереди к контролеру, чтобы подать заявление на розыск. Через два месяца пришел ответ, что заявление написано не на том бланке, а нужные бланки закончились. Чертовщина! То есть документы потерялись в архиве. Да, документы точно в архиве. Говорят, что типичная схема для сведения посетителей с ума. Даже не знаю, шучу я или нет. Министерство распределения с чистыми руками, а с архивом ничего не поделать. Окей. Посмотрю, что можно сделать с вашим открепительным листом. Хм. Окей. Ой, тебе что-то нужно. Что ж такое? Всем что-то нужно. Внезапно. What the fuck? What the fuck is this? What the fuck? Оружие? Пистолет? Пистолет? Серьезно? А почему это не считается подозрительным? Мээээ. Окей, ладно. Так. Клауд Шиммер, шоколадные конфеты. Тык. Добрый день. Одиночество Алозия? Вы хотели поговорить? Да, у меня есть просьба. Личного характера. Я бы даже сказал невероятно личного. Я внимательно слушаю Алозий. В силу моего рода занятий, у меня совсем нет времени на устройство личной жизни. Спасаю людей круглые сутки, знаете ли. Исполняю свой долг перед обществом. Сложность еще в том, что... Я понимаю, что по мне сложно сказать, но... Я до крайности застенчивый. Вообще не с противоположным полом. Теряюсь, краснею и даже страшно сказать... Потею всем телом невероятно одаренным телом. Хе-хе. И чем же я могу вам помочь? Достать для вас дезодорант? Ай, ты шутник. Ну ладно. Вы явно разбираетесь в общении с женщинами. Я так одинок. Найдите мне женщину, Карл. Хорошую женщину, чтобы скрасить мои вечера и разнообразить рацион. Окей. Хорошо, чувак. Попробую. Дейли Ньюс. Мертвые слова. Министерство порядка отмечает нарастающее... Увлечение философской литературой. В том числе набирает популярность труды Пола Уильямса, умершего век назад. В его книгах описываются идеи, давно устаревшие и доказавшие свою нежизнеспособность, но тем не менее до сих пор влияющие на умы людей. Существование общества без правительства, главенства, личной свободы, выбора человека. Министерство настаивает на полном уничтожении опасных идей Пола Уильямса. Голос правды. То, что наше общество способно массово воспринимать философские труды Пола Уильямса, говорит о невероятном его таланте и простоте слога. Необходимо всячески поощрять любовь к нашим великим мыслителям прошлого, если мы хотим прогресса и культурного диалога между народом и государством. Философия — это полная бредятина. Ух ты, а что это? 2, 7, 4, 5, 3, 6. Хм. Ну-ка, ну-ка, может быть мне стоит это записать? Одну секунду, ребят. Так. 2, 7... Да что ж такое? Давай, пиши. 2, 7, 4, 5, 3, 6. Я на всякий случай запишу, не знаю, может быть оно как бы и так запоминается и записывается где-то, но на всякий случай запишу. Ну-ка, и там уж что-то знаешь. Молодая красивая девушка с активной горжанской позицией познакомится с состоятельным мужчинам для серьезных отношений. Звоните. Блин, надо еще записать. А, так это номера телефонов. Черт, бумажка упала. Так, записываем сейчас. Одну секунду, друзья. Сейчас все будет. 2, 3, 7, 4, 5, 1. Отлично. О, это я смогу тогда этого. Нашего дорогого шпака свести с девушкой. Запрещена иностранная газированная вода. Really? Ммм, так. Возвращу попросить познакомить его с женщиной. Серьезных отношений. Господи, что-то много всего как-то свалилось сразу, внезапно. Так. Что нам нужно? Позвонить, получается? Ну-ка, если вот я наберу вот этот номер, который первый я получил. Этот 274. Набрать номер. Ммм, так. Какой из них-то? Давайте вот этот, типа, девушка. Я вас слушаю. Здравствуйте, меня зовут Карл, и я звоню по объявлению. О, как интересно, расскажите о себе. О, нет, я не для себя, я для товарища. Он несколько застенчив, и потому я немного помогаю в его сердечных делах. Вы готовы познакомиться с непревзойденным доктором? С доктором? Мм, а как его зовут? Алло, здесь шпак. Это тот, о котором писали газеты? Мне нужно подумать. Давайте перезвоним вам через пару часов, хорошо? Спасибо, буду ждать звонка. Блин, мне теперь еще за телефоном следить. Фак. Ммм. Блин, а где этот торговец, черт побери? Сколько времени-то уже? На часах. Сейчас уже будет ночь. Или нет? Или да? Или нет? Непонятно. Так, кстати, да, насчет документов из архива. Мне же нужно, наверное, тогда с этим чуваком поговорить, который, типа, в архиве работает. Ну-ка, он дома вообще? Тук-тук. Да, он дома. Блин, телефон. Фак. Окей. Телефон. Так, принять входящий звонок. Принять частный звонок. Алло, Карл? Это Клара. Вы мне звонили пару часов назад. Я согласен встретиться с вашим доктором. Передайте ему мой номер и кодовое слово. Клубника со сливками. Записали? Я запишу. Буду ждать его звонка. Отлично. Записали. Так. Бежим. Беги. Так. И что тебе нужно от почетного работника архива? Поговорить про помощь Шиммеру, про одиночество Шпака, про жену. Давайте про помощь Шиммеру. Дед, ты в архиве работаешь? А твое какое дело? Без меня, небось, знаешь, что да. Помощь твоя нужна. Хорошему человеку из архива не вдают бумажку одну. Это какому такому человеку? У хороших людей документы не забирают в архив. Ты мне лапшу-то не вешай на уши. Честно рассказать про историю Клаусу Шиммера у тебя от ответа. Знаете, мы как бы с ним уже разок честно побеседовали. Он вроде нам так все честно сказал, в общем-то. Может быть опять как бы напрямую пойти. Речь про Шиммера из первой квартиры. Хотя, блин, может быть зря. Черт, ну ладно. Он попал... Он в опало попал. Отобрали у него открепительные листы. Теперь он как на цепи. Да, что-то он мне и не нравится. Работает в лавке табачной. А ни разу не угостил меня табаком. Это он от страха так себя ведет. Хамит всем. Помоги, дед, принеси его открепительный лист. Без него им не жить, сам понимаешь. Ладно, он с тебя бутыль виски. Без нее мне не дадут ходов к конфискованным документам. О, у меня есть, у меня есть. Ни, си, вискарь, принесу твои документы. Вот бутыль, дед. Только не буень. Хороший выбор. Схожу за бумажкой, так и быть. Приходи позже. О, отлично. Найс. Ладно, ребят, я предлагаю на этом тогда закончить. А то выпуски получатся довольно долгими. Конечно, ну, это в каком-то плане может быть и неплохо. Но все-таки слишком сильно затягивать тоже не стоит. Поэтому закончим на этом. Как всегда, друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, делитесь со своими знакомыми, друзьями. Я, как обычно, желаю вам удачи напоследок, друзья. И, естественно, заходите на канал, смотрите другие ролики, делитесь каналом. Ну, а с вами был я, Фростфайр. И, друзья, до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»